О погоде на завтра Татьяна Ермилова. Для Дальнего Востока на этот раз, увы, никаких поблажек. Погоду под контроль берут циклоны, ведь осень – это их стихия. Главным на погодной арене становится ненастный вихрь из Амурской области. Завтра его воронка достигнет Охотского моря и раскрутится там в полную силу. Паутина атмосферных фронтов укутает Приморья, Хабаровский край, Сахалин, Магаданскую область и даже Якутию. Под шквалом дождей температура будет стремительно падать. А вот в Сибири ненастная эпопея берет небольшую паузу. На Западе усиливается антициклон, выравнивая всех под одну гребенку. От Челябинска до Красноярска столбики термометров балансируют на отметке в плюс 15, а дожди идут на спад. Европейская территория продолжает игнорировать календарь. Не перевернула она его ни 3 сентября, ни 4. Пятый осенний день особых перемен тоже не сулит. По всей средней полосе солнечно, хотя первые признаки осени уже можно отметить. Температура начинает терять градусы. Днем это практически незаметно благодаря солнцу, а вот ночами уже достаточно прохладно. Арктический циклон тем временем пытается вклиниться в северные районы, но все его успехи пока ограничиваются Кольским полуостровом. Но в Мурманске пока без осадков и около 22 градусов. Еще выше показатели в Архангельске. Там плюс 25, так что курорты Белого моря сейчас даже привлекательнее черноморских. На юге погода штормовая. В Крыму и по всему побережью Краснодарского края ливни с грозами и шквалистый ветер. А вот на Балтийском море она снова близка к идеальной. В Калининградской области плюс 28 и на небе не облачко. Солнечно практически по всему северо-западу. В Псковской и Новгородской областях днем 23-25 градусов. В северной столице стабильные плюс 23 и крайне низкая вероятность осадков. А в Москве уже становится прохладнее. Завтра плюс 20-22, но пока тоже без дождей.